Вскройте вместе со мной шестую главу послания Галатам. Суть этой главы — противопоставление дел плоти и упования на Дух Божий. В шестой главе есть очень интересные вещи. Апостол дал личное благословение на это письмо, и я хочу начать с 25 и 26 стихов пятой главы послания Галатам, потому что с них начинается раскрытие этой темы. Послание Галатам 5, 25, 26. Здесь начинается разговор о законе Христовом, о законе помазанника и его помазании. С 25 стиха. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Расширенный перевод. «Если мы живем Духом Святым, давайте и поступать по Духу. Если Духом Святым наша жизнь в Боге, то давайте идти вперед, и пусть наше поведение контролируется Духом». В этих двух стихах вы ясно видите различие между жизнью под водительством Духа Божьего, когда даже наше поведение контролируется Духом Божьим, и жизнью под водительством Закона, когда ваше поведение основывается на законе и определяется им. Так часто слыша это послание о благодати, люди, а о чем это послание о благодати? Оно о том, как сильно Иисус любит нас. Вот в чем его суть. Поэтому, когда кто-то говорит, «Я не принимаю это послание о благодати», ну тогда вы не принимаете Иисуса. Потому что благодать — это не тема и не абстракция. Благодать — это Личность по имени Иисус. Это важная часть. Вот в чем заключается обетование. В 4 главе послания Галатам мы читаем, что Иисус умер, чтобы искупить нас, искупить нас от Закона. И было дано обетование о Духе. Нам дано освобождение, избавление от Закона. Буквально, это соответствует тому, как кто-то выплачивает выкуп, чтобы нам освободиться от Закона. А после того, как мы освободились от Закона, что дальше? Каково обетование Духа? В последнее время я снова и снова говорю на тему о том, что люди борются за то, чтобы остаться под Законом. И Павел много говорит об этом в послании Галатам. Он задает вопросы. Кто прелестил вас? Почему вы отпали от благодати? То есть, снова впали в собственные усилия, снова впали в исполнение требований Закона. Почему вы снова впали в это после того, как были избавлены великой благодатью? Часто люди так стараются найти какие-то требования. Они хотят исполнять Закон. Почему? Потому что плоть любит Закон. Он дает ей возможность что-то делать и возможность чем-то хвалиться. И люди очень расстраиваются, когда говоришь им, «Мы были избавлены от Закона, что включает в себя Десять Заповедей». Библия во Втором Послании Коринфянам называет это служение смертоносным буквам, служением осуждения. Люди реагируют, а? И не знают, что с этим делать. Серьезно, когда я впервые понял эту истину, я сказал, «Это будет трудно для людей». Пока что публично я этого говорить не могу. Как я могу так сказать о Десяти Заповедях, которые висят у людей на входе в дом? Я подумал, что надо найти подход, и сказал, «Господь, что мне с этим делать?» Услышав проповедь, единственное, что люди понимают, мы спасены благодатью, но продолжаем жить под Законом. Однако христианство никогда не предназначалось быть религией. Общая черта всех религий в том, что у них есть требования, которые необходимо исполнять, а христианство предназначалось быть личными отношениями с Иисусом. Так? Личные отношения с Иисусом означают оставление Закона и упование на Него. Конечно, Закон все еще является руководителем людей, нерожденных свыше. Но для нас, как сказано в Послании к Римлянам 10.4, конец Закона — Христос, к праведности всякого верующего. Мы праведны не на основании дел. Мы праведны не на основании Закона. Мы праведны на основании того, что сделал Иисус, и наша праведность — по вере. Аминь. Я вижу, что наша Церковь стала немного более свободной. Я снова и снова проповедую и говорю на эту тему. Люди начинают понимать, и теперь пришел момент сказать, для чего Бог освободил нас от Закона. Хотя Закон совершенен, Он не может сделать нас совершенными. Хотя Закон свят, Он не может сделать нас святыми. В 8 стихе Послания к Евреям Библия говорит, что этот Новый Завет лучше, чем Ветхий. И я стал думать, а что может быть лучше? Вот Моисей, гора Синай, еда с неба. И что может быть лучше этого? Ну, вы знаете, Моисей, ведь все это есть. Но вот что я начал понимать. Жизнь по Духу — это противоположность водительству Закона. Именно в этом и суть. Теперь наша жизнь может быть под руководством Духа Святого. Когда я размышлял над сегодняшним словом и делал исповедание, я пришел к пониманию. Бог во мне. Бог одно со мной. Бог за меня. И вдруг я осознал реальность. Бог не где-то там, в космосе. Он во мне. Задумайтесь об этом, потому что в день, когда вы в это поверите, многие проблемы исчезнут. Сказать легко, но надо принять действенное откровение. Бог во мне. И поэтому не надо больше никаких криков и воплей, чтобы Он услышал меня. Я могу шептать, и Он услышит, ведь Он во мне. На самом деле, когда я думаю, Он слышит, потому что Он во мне. Бог во мне. Скажите, Бог во мне. Я одно с Ним. Бог за меня. И Бог хочет вести вас. В нас Его жизнь. Кто-то говорит, «Я отдал свою жизнь Господу». Да у вас не было жизни. Когда вы родились свыше, Господь дал вам Свою жизнь. И Его жизнь пропитывает вас от макушки до пят. Каждая ваша клеточка находится под влиянием жизни Божьей, пребывающей в вас. И я понял такой факт. Раз Бог со мной и во мне, за меня, то кто может что-то мне сделать? Кто может быть против вас, если Бог за вас? А для чего Бог во мне? Чтобы вести меня. Теперь Он идет по жизни лично со мной. Помните старый баптистский гимн? «Ходи со мной, Господь». Он ходит с нами. Он ходит с нами. Для чего? Чтобы вести нас и приводить во что? Во всякую истину. И у нас есть привилегия. Дух Святой живет в нас, ведет нас, и Он — Бог в нас. Вы поймите, в законе сказано «Не убивай, не кради». Не делай, но остается место спросить, могу ли я выпить вина? Сказано «Не прелюбодействуй», но что насчет небольшого романа? Я сегодня стараюсь подбирать выражения. Таким образом, возникают все эти вопросы. Но теперь, когда Дух Святой занял в вашей жизни место закона, у вас есть тот, кого вы можете спросить. У вас есть тот, с кем вы можете говорить, и он будет говорить с вами о мельчайших деталях вашей жизни. Кто-то спросит, «Вы хотите сказать, что можно слышать Духа Святого?» Я сделаю серию проповедей о том, как пребывать под водительством Духа Святого. Да, Дух Святой будет вести, будет направлять вас, Он станет показывать, что вам следует делать, и Он знает, как донести до вас информацию. Но вы задумаетесь, как я говорил раньше, и вот почему я использую эту иллюстрацию, потому что так было со мной. Вы приходите в магазин, открываете упаковку, что-то вытаскиваете из нее, и потом говорите, «Нет, мне это не нужно». А Дух Божий говорит, «Кому-то придется заплатить за то, что ты делаешь. Поэтому, почему бы тебе не взять эту упаковку, которую ты открыл?» А вы думаете, «Я не хочу ту, которую открыл, я хочу ту, что я еще не открыл». Когда вы узнаете Духа Святого, вы поймете, Он вам не будет доказывать. Мой опыт, Он скажет вам только один раз, Он не будет с вами дискутировать, снова и снова повторять. Дух Святой говорит вам, «Я хочу, чтобы ты сделал это». Что, Господи? Еще раз. Неа. Вы и в первый раз услышали, у Духа Божьего есть такое качество, его трудно не понять, если вы ходите и говорите с Ним. Итак, мы говорим о жизни под водительством Святого Духа. Он будет говорить вам о ваших повседневных делах. Вот что я больше всего слышал, когда серьезно занялся этим в первой половине прошлого года. Я просто не могу верить в то, что раз я спасен, и Бог простил мне все грехи, то теперь я могу делать все, что мне вздумается. Да ведь никто такого и не говорил. Одна из моих проповедей называлась, «Кто сказал, что грешить — это нормально?» Никто такого не говорил. Вот чего не поняли эти люди. После того, как вы освободились от закона, теперь за ваше поведение отвечает Дух Божий. Потому что это лучше того, что вы делали под законом. Потому что он теперь будет разбираться с корнями проблем в вашей жизни. Он будет работать с вами индивидуально, персонально. Он будет работать с вами индивидуально, персонально, работать с ситуациями, о которых вы знаете. Слава Богу! И это такое чудесное качество Бога. Он может работать с вами индивидуально, в вашем нынешнем состоянии. Слава Богу! Аллилуйя! В этом такая свобода. На тему исцеления. Каждый раз, когда Иисус говорил об исцелении, Он говорил об избавлении от грехов. Когда к Иисусу пришел человек за исцелением, Он сказал ему, «Грехи твои прощены». Таким образом, существует связь. Если вы не можете принять то, что сделала кровь Иисуса, чтобы очистить вас от всех ваших грехов, то вы, вероятно, не сможете принять и все остальное, что кровь Иисуса сделала для вас доступным. Мы разберем последнюю часть письма апостола. Эту часть он начинает словами о жизни в духе, о водительстве духом. Обратите внимание на эту важную часть, которую он говорит. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». «Если мы живем духом святым, давайте и ходить в духе. Если духом святым мы живем свою жизнь в Боге, давайте жить так, чтобы наше поведение контролировалось духом». Он говорит, что мы, христиане, теперь не находящиеся под законом, должны полностью подчинить своей жизни контролю святого духа. Для этого необходимы практические знания. И теперь молитва на языках — не просто молитва, но также способ, способ, с помощью которого мы будем становиться более чувствительным к духовному. Чем больше я молюсь на языках, тем чувствительнее я становлюсь к духовному, к Богу. Не так, что я молюсь на языках ради того, чтобы Бог сделал для меня что-то хорошее. Нет. Теперь я испытываю жажду по Богу. Я теперь готов быть водимым духом. Я готов сотрудничать с Богом в том, что необходимо делать мне. Я не говорю, что это собственные усилия. Обратите внимание на то, что характер усилий зависит от того, на кого я полагаюсь. Я полагаюсь на Бога. Я молюсь в духе для того, чтобы настроить свой слух. Я провожу значительное время в молитвенных языках и слушаю Духа Святого. Иногда вы будете промахиваться, но бывает так, что для того, чтобы добиться, надо промахнуться. Нельзя из-за боязни промаха ничего не делать. Сделав шаг, надо сделать то, что требуется. И теперь мы говорим о том, а что значит быть подводительством Духа. Как узнать? «О, это хорошо, Господь. Это богатство. О, я извиняюсь. Дух Святой в вас дает вам способность жить на земле. Но то, что вы в Иисусе, дает вам право жить на небесах. Вам надо об этом немного поразмыслить. Вы понимаете, о чем я говорю? Дух Божий во мне дает мне способность успешно жить здесь, на земле. Но я в Иисусе, и это дает мне способность пойти на небеса, быть на небесах и жить на небесах. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! О, я теперь вижу, о чем будет разговор сегодня. Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Но для того, чтобы быть чувствительным к Духу Божьему, недостаточно чего-то не делать. Моя жена говорит так. Если вы удовлетворены своим нынешним положением и не интересуетесь волей Божьей для вашей жизни, тогда вы никогда не узнаете, какова воля Божья для вашей жизни. Но если у вас есть жажда и сильное желание узнать, какова воля Божья для вашей жизни, вы узнаете ее. Есть христиане, которые довольны тем, что у них есть сейчас. Они не хотят ничего большего, раз они и так пойдут на небеса. Но я хочу испытывать полноту жизни с избытком, ведь чтобы я имел ее, он умер и пролил свою кровь. Иисус хочет для вас избавления настолько, насколько вы хотите избавления. Иисус хочет для вас исцеления настолько, насколько вы хотите исцеления. Если вы хотите исцеления для человека больше, чем он сам этого хочет, то ничего не получится. Иисус уже все сделал. Надо лишь принять сделанное. Надо только принять. Вот что такое жизнь под водительством Духа Божьего. Я подчиняю свою жизнь, передаю ее под контроль Святого Духа. Я передаю свою жизнь под Его контроль и полагаюсь на Него в том, что мне надо делать. Я полагаюсь на Него в том, куда мне надо идти. Я полагаюсь на Него в том, что Он будет работать над моим поведением, что Он будет исправлять, обличать меня. Я полагаюсь на Него в том, что Он будет дисциплинировать и корректировать меня. Я полагаюсь на Него в том, что Он возьмет мое хорошее и плохое и используют для моего поучения. Вы слушаете меня. Итак, теперь мы говорим не о религиозной жизни. Мы говорим не о жизни, заполненной религией, когда вы исполняете различные выдвигаемые вам требования. Мы говорим о жизни в Духе. О жизни под водительством Духа Божьего. Я говорю вам, таким образом вы переходите на высший уровень. Об этом у нас и речь. Павел говорит о жизни под водительством Духа. Он говорит о вашем поведении и о том, что будет достойно похвалы. Потом он говорит о сеянии и заканчивает свое послание об общении, противопоставляя жизнь под законом, жизни по Духу. Ключевой момент, который я хочу, чтобы вы поняли с самого начала, это тот факт, что мы больше не под законом, а под благодатью. А что это значит? «Мы под благодатью». Бог дал нам благоволение. У нас есть незаслуженное благоволение. И в жизни по благодати мы под водительством Духа. Под законом мы под водительством закона. Но в жизни по благодати мы под водительством Духа. Скажите, «Я под водительством Духа Божьего». Аминь. Обратите внимание, прямо посреди этого, 26 стих, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Здесь речь идет о поведении, не так ли? Минутку. Вы ведь вадимы духом. Очевидно, если ваше поведение не соответствует вашим словам о том, что вы под водительством духа, то тут противоречие. Вам понятно, о чем я говорю? Вы не можете говорить, что вы под водительством духа, если у вас безрассудное поведение. Потому что когда вы под водительством духа, ваше поведение будет не хуже, чем когда вы были под водительством закона. Ваше поведение под водительством духа будет намного лучше, чем тогда, когда вы были под законом. Апостол говорит о том, как нам вести себя по отношению друг к другу. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Мы переходим в шестую главу, и апостол продолжает говорить о том же. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Расширенный перевод. «Братья, если у человека плохое поведение, или он впадет в какой-либо грех, то вы, духовные, чувствительные к духу и контролируемы им, исправьте, восстановите его без всякого чувства превосходства, но в кротости, внимательно наблюдая за собой, чтобы и вам не быть искушенными». Обратите внимание, к кому обращается апостол. Он обращается к тем, кто водим духом. Послушайте, что он говорит тем, кто водим духом. Он говорит, «Если вы, те, кто водим духом, те, кто под контролем духа, увидите, что брат в заблуждении или в грехе, или что у брата неправильное поведение, вы водимые духом». Обратите внимание, разберитесь с этим, но сделайте это без чувства превосходства. Не пытайтесь выглядеть так, будто вы лучше того человека. Понимаете, что он говорит? «Я водим духом». Но также апостол говорит, «Я хочу, чтобы ваше поведение было похвальным». «Вы духовные, контролируемые духом». Когда видите кого-то в заблуждении, когда видите кого-то в грехе, когда видите, что у кого-то неправильное поведение, он не сказал, «Закройте на это глаза, не обращайте внимания, и продолжайте заниматься своими делами». Он говорит, «Вы, водимые духом, прислушивайтесь к нему, чтобы он показал вам, что делать в ситуации, с которой вы столкнулись». Да, есть то, на что Дух Божий говорит обратить внимание. Есть то, о чем он говорит, что это не ваше дело. Но вы под водительством духа. Вы водимы духом. Если вы видите брата, впавшего в заблуждение, то первый ваш вопрос, «Что я могу сделать, чтобы помочь ему восстановиться?» У нас было такое отношение, и я знаю, что это так. Религиозные люди говорят, «Я рожден свыше, а он нет». Я часть церкви, а он часть мира. Сказано, «Не касайтесь нечистого». Так я и сделаю. Но это неправильно. Это неправильно. Наоборот, это возможность для Иисуса прикоснуться к чьей-то жизни. Водимы духом должен сделать что-то похвальное, пойти и помочь восстановиться человеку. Помочь брату. Брату. Не так, что это, мол, не ваше дело. Вы части тела Христова. Мы связаны. Между нами теперь существует связь. Если вы видите брата в заблуждении, вы не можете говорить, «Не мое это дело. Это ваше дело. Это стало вашим делом в день, когда Иисус стал Господом вашей жизни. И Он, Господь жизни вашего брата. Поэтому не думайте, что это не ваше дело. Это ваше дело. Мы — тело Христово, и каждая часть Его важна. И что было бы, если бы люди, водимые духом, не плотью, но духом? Что если бы они говорили, «Знаешь что? У тебя неправильное поведение. Я помогу тебе восстановиться». Вот поэтому важно быть водимым духом. Бог возьмёт кого-то и скажет, «Я сделаю тебя своим проектом». Не говорите так людям, потому что они не любят быть проектами. И вы начинаете служить людям. Действуя в Духе Святом, вы служите этому человеку. И тогда жизни будут меняться. Они действительно будут меняться. Церкви будут расти. Целые районы будут принимать спасение. Потому что мы, водимые духом, без всякого чувства превосходства. Не говорите, «Я знал, что так и будет». Я с самого начала знал, что ты не такой совершенный. Павел говорит не делать такого, чтобы самому не впасть в искушение. Да, люди несовершенны. Но ведь и вы тоже. Вот это послание я хотел донести вам в воскресенье. Я пытаюсь пробиться через это религиозное притворство. Но это всё просто глупо. Просто глупо. Нам необходимо пробиться через всю эту религиозность, которую мы создали, и из-за которой судим других людей. А судим мы их, потому что они не вписываются в нашу фальшивую модель, которую мы создали для христиан. Мы подвергаем людей игру рабства. Слава Богу за Его благодать, а иначе я бы сошёл с ума. Я старался молиться по 90 часов в сутки. Я старался не пропускать ни одного служения. Я старался проповедовать по 100 раз в неделю. Я старался быть безупречным. Говорить со всеми с улыбкой. «Здравствуйте!» «Как поживаете?» Но у меня не получалось. Теперь Бог не богословит меня, потому что я не выполнил требования. Я недостаточно молюсь. Я помолился только 30 минут. Я смотрел на часы и говорил, «Надо помолиться ещё минуту, а иначе Бог накажет меня за то, что я не помолился целый час». Это рабство. Это не свобода. Но где Дух Господень, там свобода. Вы подумайте о том количестве людей, которых мы отпугнули от церкви, потому что, приходя в церковь, они видят там судящие глаза. Вы ведь знаете, что это такое? Судящие глаза. Вы слушаете, что я говорю. Но что было бы, если бы вместо того, чтобы судить людей, вы представьте себе, представьте себе пьющего, матерящегося брата жены, а вы при этом, Вадим и Духом, и вы всегда слушаете Духа Божьего о том, что вы можете сделать для своего родственника при следующей встрече. Как вы можете проявить к нему свою любовь на этот раз? Как вы можете ему в этот раз помочь? Что вы можете ему в этот раз сказать? Вы обнимаете его. Некоторые мои родственники обниматься не любят. Просто скажут, «Как дела?» И все. И для них как-то странно, когда ты их обнимаешь. «Ну, как дела у тебя? Все хорошо. Отлично. Как я могу проявить любовь к людям?» И говорю вам, люди будут приходить к рождению свыше. Когда я женился на Тафи, я увидел, как благодаря общению с ней мой отец смягчился. Бог просто использовал мою жену, чтобы смягчить его. Мы заходили в дом, и мой отец говорил, «Ну, как дела?» Таким жестким голосом. А Тафи заходила и говорила, «Ой, ну подойдите, я вас обниму». Он просто не знал, что делать. Я помню день, когда он сам сказал, «Ну что, даже не обнимешь меня?» Он изменился. Изменился. Вы, водимые духом, вы, водимые духом, вы не судите людей, не судите их. Вы говорите о людях так, «Да, это не хорошее поведение, но все будет хорошо». Я молюсь о том, как Бог будет использовать меня, чтобы помочь этому человеку. Я молюсь Богу о том, чтобы повлиять на эту ситуацию. Кто-то из вас подумает, «Да, все это звучит хорошо, но следующий стих говорит так, «Не думайте, что вы настолько хороши, что не можете этого делать». Но давайте лучше прочтем, потому что я изложил свою версию. Первый стих. «Братья, если не впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, обратите внимание на контекст, в котором говорит апостол. Он говорит об этом в контексте ношения проблем друг друга. Он говорит в контексте «помощью человеку восстановиться». Иисус пришел не судить мир, а спасти мир. Нам необходимо пробиться через всю эту религиозность, которую мы создали, и из-за которой судим других людей. Осудим мы их, потому что они не вписываются в нашу фальшивую модель, которую мы создали для христиан. Мы подвергаем людей игу рабства. Слава Богу за его благодать, а иначе я бы сошел с ума. Я старался молиться по 90 часов в сутки. Я старался не пропускать ни одного служения. Я старался проповедовать по 100 раз в неделю. Я старался быть безупречным, говорить со всеми с улыбкой. «Здравствуйте! Как поживаете?» Но у меня не получалось. Теперь Бог не благословит меня, потому что я не выполнил требования. «Я недостаточно молюсь. Я помолился только 30 минут. Я смотрел на часы и говорил, «Надо помолиться еще минуту, а иначе Бог накажет меня за то, что я не помолился целый час». Это рабство. Это не свобода. Но где Дух Господень, там свобода. Вы подумайте о том количестве людей, которых мы отпугнули от церкви, потому что, приходя в церковь, они видят там судящие глаза. Вы ведь знаете, что это такое? Судящие глаза. Вы слушаете, что я говорю. Но что было бы, если бы вместо того, чтобы судить людей, вы представьте себе, представьте себе пьющего, матерящегося брата жены, и вы всегда слушаете Духа Божьего о том, что вы можете сделать для своего родственника при следующей встрече. Как вы можете проявить к нему свою любовь на этот раз? Вы обнимаете его. Некоторые мои родственники обниматься не любят. Просто скажут, «Как дела?» и все. И для них как-то странно, когда ты их обнимаешь. «Ну, как дела у тебя?» «Все хорошо. Отлично. Как я могу проявить любовь к людям?» И говорю вам, люди будут приходить к рождению свыше. Когда я женился на Тафи, я увидел, как благодаря общению с ней мой отец смягчился. Бог просто использовал мою жену, чтобы смягчить его. Мы заходили в дом, и мой отец говорил, «Ну, как дела?» Таким жестким голосом. А Тафи заходила и говорила, «Ой, ну подойдите, я вас обниму». Он просто не знал, что делать. Я помню день, когда он сам сказал, «Ну что, даже не обнимешь меня?» Он изменился. Изменился. Вы, Вадимы и Духом, вы, Вадимы и Духом, вы не судите людей. Не судите их. Вы говорите о людях так. «Да, это не хорошее поведение, но все будет хорошо. Я молюсь о том, как Бог будет использовать меня, чтобы помочь этому человеку. Я молюсь Богу о том, чтобы повлиять на эту ситуацию». Кто-то из вас подумает, «Да, все это звучит хорошо». Но следующий стих говорит так. «Не думайте, что вы настолько хороши, что не можете этого делать. Не думайте, что вы такой умный и все остальное». Но давайте лучше прочтем, потому что я изложил свою версию. Первый стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, Духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто?» Обратите внимание на контекст, в котором говорит апостол. Он говорит об этом в контексте ношения проблем друг друга. Он говорит в контексте «Помощью человеку восстановиться». Расширенный перевод. Если какой-то человек считает себя кем-то слишком важным, чтобы снизойти к ношению бремени другого, в то время, как он никто, ничем не лучше, кроме как в собственных глазах, то он обольщает, обманывает себя, вводит себя в заблуждение. Это привлекло мое внимание. Это почти как «вот возможность, и если ты не воспользуешься ею, то обманешь сам себя и лишишь чего-то». Я не хочу чего-то лишиться. Я хочу получить все то, что Господь хочет дать мне. «Если я стану более чувствительным к ношению бремени других, то это поможет мне нести мое бремя». Найдите того, кто проходит через то же, что и вы, уделите ему внимание и помолитесь за него, и ваша молитва будет отвечена очень быстро. Такова сила ходатайства. Познав благодать, мы должны стать благодатными, милостивыми людьми. Бог дал нам это знание не для того, чтобы мы превозносились, говоря, «Я знаю больше, чем ты. Знаешь много, но живешь несоответственно своему знанию. Результатов не видно». А мы хотим видеть проявление любви к другим людям. Писание говорит, что если вы думаете, что слишком хороши для этого, то вы, в самообольщении, вы обманываете сами себя. Обманываете себя. «Да я уже 20 лет спасен и сижу в церкви на третьем ряду с правой стороны. Пусть это делает кто-то другой, а я сижу на третьем ряду». Но это никак не направлено против сидящих на третьем ряду. Вот вы сидите на третьем ряду всю свою жизнь. Это не против людей на третьем ряду, но вы понимаете, о чем я говорю. Есть такие христиане, которые так считают, «Пусть это делают другие, а я уже перешел на другой уровень служения». Вы говорили так? Вы на самом деле так говорили? Вот о чем говорит апостол, и вот куда он идет дальше. Каждый доиспытывает свое дело. Он говорит, «Ты должен исследовать, проверять свое собственное поведение. Ваше поведение подвергнется проверке». И не только ваше поведение подвергнется проверке, но также вы увидите, действительно ли ваше поведение подчинено Духу Святому. Вы увидите, как вы ведете себя рядом с человеком, нуждающимся в помощи. Как вы ведете себя рядом с человеком, который поступает неправильно. Вы должны проверить свое поведение. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Расширенный перевод. Но пусть каждый человек внимательно исследует, изучает и проверяет свое собственное поведение, свое собственное дело. У него тогда будет собственное удовлетворение и радость от того, что он сделал что-то похвальное сам по себе. При этом он не будет прибегать к хвастливому сравнению с ближним. Апостол говорит, что тут должны быть правильные мотивы. Я должен следить за тем, чтобы у меня был правильный мотив, когда я помогаю кому-то восстановиться. Когда я восстанавливаю кого-то, то делаю это не для того, чтобы пойти к другому брату и похвастаться. Не для того я помогаю другим, чтобы хвалиться перед людьми тем, что я сделал. Поступая таким образом, то есть хвалясь, я обманываюсь и лишаю себя того, что Бог хочет дать мне и возвращаюсь к делам плоти. Не будучи осторожными, вы обнаружите, что делаете это ради выполнения требования, ради того, чтобы Бог принял вас, а этого делать нельзя. Когда Библия говорит, что буква убивает, а Дух животворит, то под буквой имеется в виду не только Ветхий Завет. Буква — это возвращение к упованию на свое поведение и на свои усилия. Буква — это возвращение к тому, когда вы пытаетесь исполнить требования и побудить Бога сделать то, что Он и так уже сделал. Можно и дела Нового Завета сделать делами плоти, если вы не будете понимать, как уповать на Бога. Послушайте пятый стих. «Ибо каждый понесет свое бремя». Апостол говорит, что каждый человек будет ответственен за свои недостатки. То есть вы делаете все, что от вас зависит, но в конечном итоге человек, которому вы служите, должен сделать свою часть. Вы можете самыми разными путями помогать людям, но они не изменятся, пока не будут готовы измениться. Что бы я ни делал, вам тоже надо принимать участие и хотеть измениться. Я могу помогать вам. Давайте я вам объясню. С вами было такое, что вы служили кому-то и были в этом очень искренни, но тот человек не отвечал взаимностью. Вы хотели для этого человека изменений больше, чем этого хотел он сам. И знаете, что происходит? После того, как вы перестанете делать, Дух Святой будет вести вас. Он скажет вам, «Все, больше не надо». Так было и со мной. Он говорил мне, «Больше не надо». А были и другие случаи, когда он говорил, «Это не твое дело». Держись подальше от этого человека. Вот поэтому ваша жизнь и должна быть под водительством Святого Духа. Как только вы заканчиваете служить человеку и отходите в сторону, вы видите, что он возвращается в то же самое место, где вы его нашли. Вы потратили столько времени, столько денег, вы столько молились, потратили столько ресурсов. А как только перестали делать это, человек вернулся в ту же позицию. А это значит, что со своей стороны он не был посвящен своему изменению. Разбирая Писание, мы делаем это в контексте. Кое-чем я был шокирован. Мы все рассматриваем в контексте. Вы помните, как я говорил вам, что если вы будете читать текст вне контекста, то впадете в заблуждение, а мы этого не хотим. Поэтому будем рассматривать все в контексте, и вы оставайтесь со мной. Следующий стих, 6-й, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Увидьте ход мысли. А о чем мы говорили? Мы говорили о ношении бремен друг друга. Мы говорили о том, чтобы не думать о себе больше, чем должно, а иначе мы будем обманывать самих себя. И сейчас апостол говорит о том, чтобы мы поддерживали человека или церковь, которые учат нас. Вот это да! Вы только подумайте об этом. Сегодня я этот вопрос подробно разбирать не буду. Я и сам еще об этом размышляю. Думаю о том, что здесь за поворот мысли произошел. Послушайте. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, всяким добром с его учителем, оказывая ему поддержку». Очевидно, что нам надо чему-то научиться касательно водительства Духа Святого, нашего поведения, того, как нам обращаться друг с другом. И должен быть учитель, тот, кто научит нас всему этому. Я очень рад, что апостол упоминает об этом, потому что, как же нам научиться, должен быть учитель. Должен быть учитель, который покажет нам, как надо. И вот в чем дело. Великий учитель. Вот о чем размышлял я. Великий учитель — это Дух Святой. В первом послании Иоанна говорится, что не надо будет, чтобы какой-то человек учил нас. Конечно, мы знаем, что Бог использует людей. Есть дары служения, благодаря которым мы обучаемся. Но апостол говорит, что будет учитель, который объяснит нам все. В восьмой главе послания евреям говорится, «И не будет учить каждый ближнего своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня». Апостол говорит, «Общайтесь с человеком, который вас учит, и оказывайте ему поддержку». Или, как говорю я, «Поддерживайте церковь, поскольку это место, где вас учат правильным доктринам, а им вас учат в поместной церкви». Следите за ходом мысли, потому что Павел не забывает, для чего он написал это письмо. Потому что люди столкнулись с вопросом по хождению в Духе в противоположность хождению по плоти. Он написал это письмо, потому что люди видели противопоставление собственных усилий обетованию Духа Святого. Вы все со мной? Потом все соединится воедино. Я очень рад. Мне это нравится. Дух Святой изменяет меня изнутри, и происходит обновление. Вы знаете, как вы обновляете свой дом, покупаете что-то новое. Вот так и у меня новый ковер. Господь дал мне новые стены. Но пойдем дальше. Седьмой стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Над Ним нельзя посмеяться. И смотрите, что посеет человек, то и пожнет. Такой и соберет урожай. Это принцип. Что бы вы ни посеяли, апостол говорит не только о деньгах, а обо всем. Деньги включены в это число. Чаще всего мы думаем о финансах, но здесь имеется в виду все, что вы посеете. Я уверен, что апостол не оставит нас на этом. Я уверен, что он покажет нам, куда именно надо сеять и что именно сеять. Но вот этот принцип. Что вы посеете, то и пожнете. Что бы вы ни посеяли, то и пожнете. Это принцип. Вам надо об этом помнить. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Что вы посеете, то и пожнете. Скажите это. Что я посею, то и пожну. Поэтому следите за своими словами. Кто-то спросит, а что, разве это не дело плоти? Да нет же. Что посеете, то и пожнете. Делись добром с наставляющим. Что посеешь, то и пожнешь. Что человек посеет, то и пожнет. Апостол говорит, услышьте мои слова. И дальше. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Дамы и господа, плоть, если вы будете сеять в плоть, то вы и пожнете от нее. Первое, о чем я подумал. Разные люди по-разному толковали это местописание. Поэтому пусть Библия разъясняет сама себя. Я хочу найти библейское определение того, что такое плоть. И перейдем к четвертой главе послания к римлянам. Послание к римлянам. Четвертая глава. Первый стих. Ага. Вы все еще со мной в этом путешествии. Еще не потерялись? К римлянам четвертая глава. Первый стих. Что же скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоти? Второй стих. Если Авраам оправдался делами, как хорошо сказано, говоря о плоти, апостол говорит, если Авраам оправдался делами, вы видите это? Если Авраам был объявлен праведным согласно делам, прочтем в расширенном переводе, здесь изложено яснее. Но если это так, что мы скажем об Аврааме, отце нашим, говоря с человеческой точки зрения, что он обнаружил, как это влияет на его позицию, и что было приобретено им? Второй стих. Ибо если Авраам был оправдан, был объявлен праведным, через освобождение от вины, через добрые дела, которые он сделал, А вот на какие слова я хочу, чтобы вы обратили внимание, что было приобретено им и добрые дела, которые он сделал. Плоти дано такое определение, что это дела посредством собственных усилий, дела посредством собственного поведения. Вот об этом вся четвертая глава послания к римлянам. Апостол говорит, что если Авраам оправдался делами или плотью, тогда он имеет похвалу, но не перед Богом. Похвалиться тут можно только по плоти. Но вот что я стараюсь донести до вас, что плоть это на самом деле собственные усилия и упование на свое поведение, когда вы стараетесь чего-то достичь своими силами. Вы это видите? Видите или нет? Ну хорошо, я задал вопрос. Теперь вернемся к посланию Галатам. Представьте, что мы сеем и совершаем действия собственными усилиями. В результате мы пожнем что-то испорченное. Так же произошло и с Авраамом. Помните, как Авраам дал рождение Измаилу? И он получил Измаила. Я вообще-то не так хотел сказать, но вы поняли, о чем я. Авраам по плоти получил Измаила. Это было извращение того, что хотел Бог. Он хотел, чтобы родился Израиль. То есть, извините, он хотел, чтобы родился Исаак, но вместо этого появился Измаил. А почему? Потому что Авраам сделал это по плоти. Когда же Аврааму исполнилось 99 лет, когда у него не осталось никаких способностей, Бог сказал ему, «Я, Бог всемогущий, я могуществен во всех областях твоей жизни. Теперь, когда ты полагаешься на меня, смотри, что ты пожнешь в результате моих действий». Думаю, именно это и говорит апостол. В этом ракурсе я раньше никогда не думал. Если вы будете проводить свое время, делая вложения в дела плоти и в дела собственных усилий, то единственное, что вы пожнете, это испорченность и ограниченность. Но если вы будете проводить свое время, сея в Дух, позволяя Духу Божьему вести вас, и если все будет делаться по Духу Божьему, то вы пожнете жизнь вечную. Вы не будете жить на земле вечно, но сама жизнь Божья, сама жизнь Божья будет во всем, что вы делаете. Некоторые из вас, возможно, в разочаровании скажут, «А я-то думал, что апостол говорит о деньгах». Я уверен, что здесь есть место и учению о финансах. Однако, главная мысль этого послания, и в каждой главе она присутствует, это противопоставление собственных усилий упованию на Дух Божий. Продолжая, апостол говорит, «Не ослабевайте». Вот что может искушать вас, когда вы верите, что нечто произойдет, но не видите, когда оно произойдет. Апостол говорит, «Не ослабевайте в делании добра. Вы хорошо делаете, веря Богу и уповая на Него. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Слово «ослабеть» означает сдаться, прекратить, отказаться. Если вы не сдадитесь, не прекратите, не откажетесь, то вы пожнете. Когда вы имеете дело с Богом, требуется терпение и вера. И Бог ищет в себе таких людей, которые будут доверять Ему во всем, и не позволит нетерпению остановить их упование. Знаете, какое искушение возникает у вас, когда вы не получаете что-то тогда, когда хотели бы получить? Или таким образом, каким вы хотели бы получить? У вас возникает искушение вернуться к ветхим делам плоти, вернуться к хорошо знакомому, к тому, что вам понятно. И вот снова появляются собственные усилия и упование на свое поведение. И таким образом вы хотите добиться результатов. Но Бог говорит, «Я не хочу, чтобы ты сдавался, уступал, останавливался». Вы помните, как Давид, обращаясь к своей душе, говорил, «Душа, благослови Господа. Вот что я вам скажу о вашей душе». Ваша душа никогда сама по себе не будет соглашаться со Словом Божьим. Вы должны приказывать своей душе соглашаться со Словом Божьим. Говорите ей, «Ты согласишься со Словом Божьим». Я говорю не о том времени, когда вы такой духовный и находитесь в церкви. Я говорю о трудных ситуациях в вашей жизни, когда вы очень нуждаетесь в Боге. Вот тогда вы и говорите, «Душа, благослови Господа». Ты благословишь Господа. Сама по себе душа не хочет благословлять Господа. Она хочет говорить против Него. Говори слова сомнения и неверия. Но вы говорите ей, «Нет, так ты говорить не будешь». Все, что ты будешь говорить, это «Я исцелен». Душа, избавься от сомнения. Вам надо разговаривать с самим собой. Я так делаю. Я хожу по комнате и говорю с собой. Задаю себе вопросы. Верю ли я в это? Да, Господь, я верю. Я приму исцеление. Господь спрашивает меня, «Дал ли я тебе дух страха?» Я отвечаю, «Нет, ты не давал мне его». Откуда же Он пришел? Он пришел не от тебя, Господь. Так и сказано в Библии. Назидайте себя псалмами и гимнами и духовными песнями. Иногда вам необходимо это делать. Обетование от Бога всегда приходит в свое время. Имея дело с Богом, вы должны понимать, есть свое время. Есть назначенное время для всего. У вас должна быть уверенность в том, что это время наступит. Я не знаю, каково намерение Бога в этой ситуации. Возможно, Он использует или допускает эту ситуацию для того, чтобы вывести меня на новый уровень зрелости. Вы не знаете, каково намерение Божье. Загляните в Ветхий Завет. Посмотрите, что Он делает. Он дожидается момента, когда юноши бросят в огонь, и тогда появляется. И было это все не так, как мы себе представляем, что эти юноши вошли в огонь с песнопениями, и во время пения иногда говорили, «Ой, да, немного больно». Нет, когда их бросали в огонь, они, наверное, боялись, «А, ой, ой, не болит!» И потом они сказали, «Бог с нами!» «Бог с нами!» Послушайте, я хочу, чтобы это стало частью вашего лексикона. Каждый день, просыпаясь, напоминайте своей душе. Напоминайте себе. Напоминайте своим обстоятельствам о том, что Эммануил с нами. Так и переводится это имя «Эммануил» — «Бог с нами». И знаете что? Когда Бог с вами, вы можете быть успешны, как Иосиф. Господь был с Иосифом, и Он был преуспевающим человеком. Вас делает успешными то, что с вами Бог. В день, когда вы родились свыше, Бог с горы Синай перешел в вас. И Бог с вами. И когда вам вообще ничего не понятно, напоминайте себе «Бог со мной». Бог со мной. Время от времени Бог будет делать что-то небольшое, чтобы показать вам «Я здесь». Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Вам надо научиться, как использовать свой день максимально эффективно. Не беспокойтесь о том, что будет через месяц. Каждый день живите так, как будто Он у вас единственный. Этот день сотворил Господь. И в Нем я буду радоваться и веселиться. Я знаю, что меня ждут испытания, но этот день сотворил Господь. И в этот день я буду радоваться. Вам необходимо принять решение. Я буду радоваться в этот день. Я не позволю, чтобы тревога и паника украли у меня этот день. Воскликните «Как ты велик!» Воскликните «Господь со мной!» Эммануил! Вы не знаете, что принесет еще один день. Еще один день, и вы получите исцеление. И вам необходимо понимать, как действует Бог. Он не делает так. Вуаля! Сим-сим! Ой, не знаю, откуда это взялось. Бог уже действует. Он знал о том, что вам нужно исцеление еще до того, как вы попросили. Но вот что я хочу, чтобы вы знали. Бог уже совершил его. Надеюсь, что мое исповедание поможет вам. Я говорю, «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты завершил во мне. Я признаю, что мое исцеление существует, и оно реально. И поэтому сейчас, во имя Иисуса, я перевожу исцеление внутри меня во внешнее проявление. что вы снег 생각을 Lakeré. Вы также возьми, Если вы видите,